День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечают 15 февраля. В Хабаровске состоялось сразу несколько торжественных мероприятий, во время которых вспомнили участников разных вооруженных конфликтов и локальных войн. С подробностями Александр Лихачев. 15 февраля 1989 года военный контингент тогда еще Советского Союза был окончательно выведен из Афганистана. Именно в этот день с тех пор вспоминают всех воинов-интернационалистов нашей страны. Мы вспоминаем всех, кто исполнял свой долг в вооруженных конфликтах и локальных войнах. В Хабаровске на билонах мемориала воинам, погибшим в вооруженных конфликтах и локальных войнах, увековечены имена 176 наших земляков. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев также отметил заслуги ветеранов. Глава региона вручил благодарности бывшим военнослужащим за их работу с подрастающим поколением и усилия по сохранению истории. В числе награжденных Игорь Баранов, участник первой чеченской кампании. Сегодня он часто встречается со школьниками, солдатами-срочниками, рассказывает им о личном опыте, а также истории вооруженных сил нашей страны. Вопросов много задают. Тоже интересно, как это было лет 20-30 назад. И сопоставление того времени с этим временем. У них как-то в голове, в мозгах начинают появляться другие мысли, другие ценности. Также в этот день вспомнили тех, кто не вернулся с поля боя. Участники торжественного собрания организованным шествием прошли от Комсомольской площади до Площади Славы. Цветы к мемориалу воинам-интернационалистам возложили воспитанники патриотических клубов, действующие военнослужащие, участники тех событий и родственники погибших воинов. Гордость за моего супруга. Он был не только в Сирии, он был и в Чечне в 2003 году. И я считаю его героем и помню о нем уже 6 лет, как и буду помнить всегда. Памятная дата объединяет военнослужащих разных поколений, участников локальных войн и вооруженных конфликтов. В том числе события на острове Даманском, в Нагорном Карабахе, на китайской восточной железной дороге у реки Халхингол и озера Хасан. Александра Лихачева, Вячеслав Бончужный, телеканал «Губерния». «Губерния»